Почему голубь считается символом мира? Азербайджанская легенда. В давние времена между могущественными ханами Гянджи и Шики разгорелся спор, перешедший во вражду. Каждая из сторон обвиняла друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах, пока, наконец, хан Гянджи не объявил войну хану Шики. Было объявлено место и время решающей битвы между ними. Хан Шики около 15 лет не воевал, и поэтому свои боевые доспехи хранил в одной из дальних комнат дворца. За день до битвы он попросил свою мать подготовить его доспехи к битве, а также благословить его на этот, может быть, последний бой. Богословение матери считалось священным, и потому хан нуждался в нем. Когда мать принесла доспехи, то среди них не оказалось шлема. Удивленный хан спросил. Мама, где же мой шлем, являющийся гордостью мужчины и нашего рода? Я не смогла принести шлем. Не объяснив истинной причины, что-то попыталась скрыть пожилая женщина. Я понимаю твои материнские чувства. Ты не хочешь войны и разорения, но я не смогу отступить. Это было бы позором для всего моего народа. Если понадобится, я отдам жизнь на свою землю, но не отступлю. Это мое последнее слово. Прошу тебя. Благослови меня. Спокойно произнес хан Шеким. Я не сомневаюсь в твоей храбрости и решительности. Ведь сын рожден для защиты родной земли от врагов. Но твой шлем как будто заколдован. Я не смогла поднять его. Тогда я сам пойду за ним. Прошу тебя, не делай этого. Не трогай шлем. И мать преградила сыну путь. Заклинаю тебя материнским молоком, скормившим тебя, как хана Шеки, древней и славной земли. Мать, как же я появлюсь на поле брани перед своим народом и воинами с непокрытой головой? Тогда мать рассказала сыну об истинной причине своего поведения. О, великий хан, мой любимый сын, в твоем боевом шлеме пара белых голубей свила гнездо. И те самые тихие мирные птицы высиживают вылупившихся трех птенцов. Голуби знают, где гнездиться, и хотят вырастить своих детей в безопасности. Если эти безвинные создания будут тронуты, родители улетят, и птенчики погибнут, и нашу землю постигнут горе и болезни. Несчастье навечно поселится в нашем краю. Неужели ты пойдешь на это? Хан молчал, он не знал, что ответить. Слово матери было сильнее ханской силы и могущества. Наутро хан Гинджу увидел хана Шики, сидевшего на боевом окне, но с непокрытой головой. Такой необычный вид соперника удивил гинджинского хана, и он поинтересовался о причине. Шикинский хан ответил. В моем шлеме белые голуби свели гнездо. У них появились три птенца. И моя мать умоляла меня, чтобы я не разрушал это гнездо. Мой народ может пострадать от этого. Но тебя, хан Гинджи, это не должно смущать. Я готов к сражению. Хан Гинджи был смущен и поражен миролюбием соперника. Он призадумался. В рак круг воцарилась напряженная тишина. От жеста гинджинского хана могла пролиться кровь. Мудрый хан Гинджи по достоинству оценил поступок благородного шикинского хана и протянул ему руку. Великий хан, я хочу заключить мир. Если твоя мать не хотела разорить одно единственное гнездо голубей, то и нам нельзя разрушать дома и земли, проливать кровь безвинных людей. Твоя непокрытая голова не говорит о твоем бесчестии или признании поражения, а скорее наоборот свидетельствует о высоком благородстве и чистоте помыслов, благодарю тебя. Мир был заключен, и с тех пор белый голубь стал считаться гонцом мира и символом благоденствия. Гонцом мира и символом благоденствия. Гонцом мира и символом благоденствия.